Коллеги, ну, мое впечатление по раку шейки матки, по раку эндометриев, по АСКО, ну, мне кажется, Алексей Александрович сказал достаточно мягко про исследования. В основном, конечно, это китайские, и меня вот поразила, сейчас я тоже Валентина Михайловна говорила, какая-то небольшая неряшливость в исследованиях, потому что почему-то пренебрежение такими международными критериями, оценки и анализа, и внедрение каких-то своих новых показателей, что, в общем-то, затрудняет нашу оценку этих исследований. Я постаралась выбрать из большого числа исследований, которые, мне кажется, на самом деле на сегодня не повлияют на нашу клиническую практику, но я постаралась хотя бы какие-то, может быть, лайфхаки, какие можно применять в нашу клиническую практику. Ну, основные такие моменты, на которых я остановлюсь, это вот изучение добавления иммунотерапии к неоадювантной химиотерапии перед операцией при начальных стадиях рака шейки матки, то есть в начале рака шейки матки. Далее перед химиолучевой терапией добавление иммунотерапии к неоадювантной химиотерапии. Опять же-таки обсуждение адювантной химиотерапии после химии лучевого лечения и работа, посвященная после химии лучевого лечения, еще и после операции для пациентов ранними стадиями высокого риска и рецидива рака шейки матки. Но на сегодня, если мы говорим про неоадювантную терапию с 1-й Б3 по 2-й А2 стадии, на сегодня у нас стандарты химио-лучевая терапия, неоадювантная химиотерапия с операциями для этих стадий, тоже есть опция такая. И при использовании химиотерапии у нас частота полных подморфологических регрессий по данным литературы достигает максимально 10-17%. И в этом исследовании также наши китайские авторы изучали тоже свой анти-ПД иммунный препарат с интелемаб, с баклитокселом и цисплатином. И что меня тоже поразило, они взяли объем опухоли 3,5 см, хотя по всем стандартам у нас идут эти стадии более 4 см и менее 4 см. И давали неоадювантную химиотерапию, два цикла с операцией и в последующем продолжение иммунотерапии и лучевая терапия, если вдруг нужно. Они ввели такой показатель, как оптимальную ремиссию. Это остаточная опухоль менее 3 мм, как вот такой дополнительный показатель. И оценивали как частоту полных подморфологических регрессий, так и оптимальную ремиссию, уровень оптимальной ремиссии. И оказалось, что частота полных подморфологических регрессий с таким подходом увеличилась до 36%, и оптимальная ремиссия составила 53%. И, в принципе, те, кто ответил, у которых была полная подморфологическая ремиссия и оптимальная ремиссия, то эти пациенты не прогрессировали за время наблюдения, там 12-24 месяца. А те, которые не ответили, у них результаты выживаемости без прогрессирования были значительно меньше. То же самое касалось и общей выживаемости. То есть это говорит о том, что, конечно, добавление иммунотерапии... Ну, я, наверное, как бы идею просто для себя как идею словила. То есть добавление иммунотерапии к неоадювантной химиотерапии перед операцией, они, конечно, повышают иммунотерапию, повышают процент и полных подморфологических ответов, и, видимо, объективных ответов. И тем более автор отмечает хорошую переносимость и меньший процент послеоперационного использования лучевой терапии. Другая работа – это на сегодня при рецидивах рака шейки матки. У нас рекомендация звучит как использование иммунотерапии пимбролизумаба и иммунотерапии цитостатиками пимбролизумаб для опедель позитивных опухолей. И достаточно интересная работа, опять же-таки, китайских авторов, корейских авторов, где изучалась вакцинотерапия при опухолях со ШПВ положительным 6-18 типом и с иммунотерапией дроволумабом в качестве первой линии терапии, в качестве лечения после первой линии платья, содержащей химиотерапии. Вакцина, вот ВАК-С, она активирует адаптивный иммунитет. И в некоторых работах предыдущих был показан синергизм с иммунотерапией. И, в принципе, несколько работ есть, которые говорят о достаточно перспективном направлении, достаточно большом ответе на терапию. То есть включались пациенты с рецидивами статическим раком шейки матки, которые должны были получать одну линию химиотерапии. ШПВ-позитивные пациенты включались. И разные дозы как раз вакцины использовалось вместе с дроволумабом. Ну и оказалось, что эффект достаточно хороший при светлоклеточном, и при аденокарциномах, и при плоскоклеточном раке. Но вот звездочками отмечено HPV, наличие HPV-положительного теста. И оказалось, что, в принципе, эффект не зависел от позитивности HPV, хотя непонятно включались вроде пациенты только с HPV-позитивным статусом. А вот при HPV звездочкой эффекта не наблюдалось. И также оценили результаты выживаемости без прогрессирования общей выживаемости в зависимости от ответа. Те пациенты, которые ответили, мы видим, что совершенно колоссальное преимущество от тех пациентов, которые не ответили. И выживаемость без прогрессирования у ответивших пациентах составила более 16 месяцев, и общая выживаемость не достигнута. Но, в принципе, мы видим, что 80% пациенток живы, а это рецидив рака шейки матки. То есть, в принципе, на мой взгляд, достаточно перспективное направление, то есть комбинация иммунотерапии вместе с вакциной, с лечебной вакциной. Ну, и токсичность была достаточно приемлема. То есть, в основном, это дисфункция щитовидной железы, повышение температуры, головные боли. То есть, в принципе, те виды токсичности, которые мы на сегодня ожидаем. То есть, на мой взгляд, это такая идея достаточно хорошая и, наверное, будет в перспективе развиваться. И вот если говорить о абстрактах, постерах, которые не были представлены там в докладах, тоже вот эта идея добавления иммунотерапии к химио-лучевому лечению при 3-й и 4-й стадии мне тоже понравилась, потому что вот при добавлении синтелемаба, хотя это тоже, опять же, китайская работа, достоверное увеличение и одногодичной выживаемости без прогрессирования и общая выживаемость. На сегодня мы знаем, что у нас имеется одно позитивное исследование с пембролизумабом, хотя другое исследование с друлумабом, ГАЛА, оно негативное. И тоже мне показалось, что, наверное, для клинической практики нам тоже надо, ну, как бы мы должны это помнить, это турецкое исследование, где проанализировали более 650 пациентов с 1-й В3 по 4-й стадию химио-лучевого лечения. Пациенты получали, они же получают уже недельную цисплотину в дозе 40 мг на метр квадратный. И, в принципе, где-то от 40 до 340 мг суммарно получали пациенты в этом исследовании, и они выбрали вот эту среднюю кумулятивную дозу 200 мг, и оказалось, что если при третьей стадии, особенно рака шейки матки, если кумулятивная доза меньше 200 мг используется, то эта ситуация достоверно снижает общую выживаемость пациентов. Это, наверное, клиницистам на самом деле на заметочку. Еще мне очень понравилось исследование, тоже при рецидивах рака шейки матки изучалась иммунотерапия с ингибиторами МТОР. Ну, на самом деле, анти-ПД-1, моноклональные антитела, это свое китайское антитело. Ну, в принципе, здесь как идея, наверное, достаточно позитивная. И в комбинации вместе с анатосертибом это вторая генерация МТОР-ингибиторы, которые как раз блокируют два рецептора МТОР. Почему МТОР и интересное исследование? Потому что, ну, во-первых, так как, ну, вы знаете, что я работаю в центре Кулакова, часто приходится анализировать литературу и читать у репродуктологов. И сегодня очень активно обсуждается тема и изучается ферропротекторы, то есть препараты, которые у нас защищают яичник. А так как эти пациенты молодые, мы понимаем, что после химиотерапии, после нашего лечения часто яичники перестают работать, то есть яичниковая недостаточность, а МТОР-ингибиторы, они являются, кстати, очень хорошими ферропротекторами. И именно комбинация иммунотерапии с МТОР-ингибитором показала, во-первых, ответ более 50%, достаточно хороший ответ на терапию. И еще была одна небольшая работа, где при ранних стадиях с 1-й Б1 до 3-ю С перед операцией тоже молодым пациенткам добавляли МТОР-ингибитор к химиотерапии, тоже с целью сохранения фертильности, так как тоже достаточно позитивная работа в этом направлении, и, на мой взгляд, достаточно интересная работа. Стандарты лечения после операции, если есть факторы риска для пациентов высокого риска, мы используем химио-лучевое лечение. И вот была одна большая работа по адювантной химиотерапии, добавление адювантной химиотерапии, опять же-таки, после химио-лучевой терапии, а химио-лучевая после операции. То есть опять возврат у нас идет к химио-лучевой, после химио-лучевого лечения. В основном пациентки были плоскоклеточным раком, в основном с позитивными лимфоузлами, большинство первой Б-стадии и доза лучевой терапии. У 70% больных были адекватные, у чуть больше 30% были, конечно же, сниженные. Во-первых, 27 пациентов не получили адювантное лечение после химио-лучевого лечения вследствие токсичности. Но если вы помните исследование Outback, которое было опубликовано, по-моему, в 2022 году, где тоже пациентам давали химио-терапию после химио-лучевого лечения, тоже часть пациентов, там тоже больше 15-17%, по-моему, 15-17% не получили химио-терапию вследствие токсичности. При этом токсичность третьей-четвертой степени при добавлении химио-терапии к химио-лучевой была намного выше, чем при использовании просто химио-лучевого лечения. А что самое на самом деле обычное, предсказуемое, то есть результаты выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости не увеличились. То есть получается, что, опять же-таки, изучение уже известных вещей, то, что химио-терапия после химио-лучевого лечения, она не работает, она ничего не добавляет. Ну и, на мой взгляд, если обобщать, да, в лечении рака шейки матки, как я в самом начале сказала, в основном понятно, что новые иммунопрепараты изучаются, в основном китайские, но мне больше как бы идеи, да, хватаешься за какие-то новые идеи. Ну, конечно, добавлять иммунотерапию к нео-адювантной химио-терапии перед операцией и перед химио-лучевым лечением, мне кажется, это достаточно хорошая идея. С химио-лучевой терапией добавлять иммунотерапию получается тоже... Мы имеем пембролизумаб сегодня, позитивное исследование, и, возможно, и любую иммунотерапию, любая другая иммунотерапия будет эффективна. Химио-терапия после химио-лучевой, она не дала результатов, то есть не надо ее использовать. Ну и, конечно, следить клиницистам за дозой цисплотина в химио-лучевом лечении. По поводу рака эндометрия, проанализировав данные, которые были в этом году на АСКО, мне показалось как бы ближе к нам, к нашей клинической практике, интересная вот эта доэскалация оперативного вмешательства при второй стадии, потом роль нео-адювантной химиотерапии, это анализ, большой анализ американской базы данных при третьей и четвертой стадии рака тела матки. Также много работ по комбинированным режимам гормонотерапии с ингибиторами СДК-4,6. Сравнение гормонотерапии, мы сегодня при первой А раке эндометрии молодым пациенткам с целью реализации репродуктивной функции на 6-12 месяцев оставляем гормонотерапию, а здесь сравнение гормонотерапии с операцией. И большое достаточно количество работ комбинированных режимов иммунотерапии с различными таргетными препаратами. И много работ было посвящено старым исследованиям по анализу иммунотерапии, и в частности, и пембролизумаба с линвотенибом, и дерволумаба с алопарибом, в зависимости от некоторых факторов. Ну вот я взяла, наверное, роль алопариба в первичном лечении рака эндометрия. Итак, деэскалация для второй стадии оперативного вмешательства. Здесь авторы сравнили тоже китайский анализ, сравнили простую гистроктомию с радикальной гистроктомией для второй стадии. Они взяли пациентов, притом более 700 пациентов анализировали, сравнили простую с радикальной гистроктомией, вначале, потом уже подвели, сопоставили показатели, то есть пациенты, чтобы более-менее соответствовали друг другу. И что оказалось? Ну, на самом деле, мне не совсем понятно, что у них за понятие агрессивной гистологии и неагрессивной гистологии. Хотя до этого они изучали эндометриоидные и неэндометриоидные аденокарциномы. Ну, как я думаю, это, скорее всего, редкие типы и, наверное, high-grade эндометриоидные аденокарциномы. И оказалось, что можно обойтись при неагрессивных гистотипах, простой гистроктомии, а если агрессивные типы, то радикальной гистроктомии. Ну, наверное, Валентина Михайловна потом как-то скажет, как-то важно это на мои исследования, это на самом деле нет. И потом большой анализ базы данных, американской, где проанализировали более 23 тысяч пациенток, где проводили неоадювантную химиотерапию, сравнивали неоадювантную химиотерапию с операцией при 3-4 стадии рака эндометрия. Одну химиотерапию почему-то и операция потом химиотерапии. Что у них оказалось? Во-первых, оказалось, что процент использования неоадювантной химиотерапии вырос в два раза в Америке. И частота первичных цитаредукций снизилась до 40%. И оказалось, что неоадювантная химиотерапия с последующей операцией достоверно лучше, это зелененькая, чем одна химиотерапия. Но все-таки первичная цитаредукция с последующей химиотерапией все равно дает самый лучший результат лечения. Ну, конечно, анализ такой странный, но, в принципе, это еще раз нам доказывает, что, конечно, первично использовать лучше операции, а потом уже лечение при раке эндометрии 3-4 стадий. Ну, на сегодня гормонотерапия при раке эндометрии, она у нас стоит в стандартах, используется при распространенных стадиях, при высоко дифференцированных эндометриоидных аденокарциномах с индолентным течением. В 2021-2022 году было две работы позитивные, это сочетание литрозула с риба и обемоциклибом, и в этом году была работа, посвященная комбинации фульвестранта с обемоциклибом при гормонопозитивном раке эндометрия. При этом включались пациенты, которые могли проводить до двух предшествующих линий химиотерапии и как минимум одну линию гормонотерапии. И должны были быть позитивные рецепторы, эстрогены или прогестероны. В основном, как мы уже сказали, эндометриоидные – это лоу-грейд пациенты были, но были и хай-грейд тоже опухоли, то есть больше половины получила две и больше предшествующие системной химиотерапии. гормонотерапии также получали чуть больше 40% пациенток. И, в принципе, были получены достаточно хорошие результаты лечения у леченных пациенток. То есть 44% объективного ответа медиана выживаемости без прогрессирования в 9 месяцев. И получается, что, наверное, при раке эндометрия, при лоу-грейд, при высокодифференцированных эндометриоидных раках, у нас ситуация будет так же, как при раке молочной железы. То есть мы, наверное, вначале скоро придем к тому, что будем использовать гормонотерапию, а когда она уже не будет эффективной, уже перейдем на системную терапию. Притом и медиана выживаемости без прогрессирования тоже достаточно хорошая. При ДММР, уже при рецидивах рака эндометрия, одна вот работа КИНОТ-005 была опубликована, это МАДИН-ПЕМБРОЛИЗУМАБ, а мы знаем, что на сегодня изучаются уже не ацетистатические комбинации, это ПЕМБРОЛИЗУМАБ с ВИБОСТОЛИМАБом. Это препарат иммуноглобулин антитежит антитела на поверхности рецептора амилоидных клеток. И в этом исследовании было показано эффективность данного подхода у почти 70% пациенток, это лечные пациентки с ДММР, и в принципе медиана выживаемости без прогрессирования 15 месяцев и общей выживаемости не достигнута, и живы более 60% пациенток. То есть, видимо, данная комбинация, то есть данный таргетный препарат в комбинации с иммунотерапией будет иметь хороший результат лечения. И одно исследование, которое важно тоже для нас, это, как я уже изначально сказала, на сегодня молодым пациенткам раком эндометрия, первой А стадии, которая хочет осуществить свою репродуктивную функцию, возможно назначать гормонотерапию, томирену, она назначается в течение 6 месяцев. Если есть эффект, то до 12 месяцев. Понятно, что лучше, чтобы пациентка родила, то есть забеременела, родила, а потом уже удаляется, проводится операция по поводу рака эндометрия. Но в этом году был опубликован большой анализ, более 2000 пациенток американских, где проанализировали простую гистроктомию сразу с гормональной терапией у пациенток первой А стадии рака эндометрия и разбили в зависимости от возраста. Во-первых, в общей популяции оказалось, что все-таки гистроктомия преимущественна для этих пациентов в отношении общей выживаемости. Дальше разбили на возраст. И оказалось, что если пациентке моложе 40 лет, то возможно использовать равные результаты выживаемости что при гистроктомии сразу, что при первичной гормонотерапии. Но если пациентке старше 40 лет, от 40 до 49 лет, а на самом деле у нас большинство таких пациенток, которые хотят после 40, уже вспоминают то, что они не осуществили свою репродуктивную функцию, то вот у этих пациенток на самом деле гормональная терапия, она намного снижает результаты выживаемости. То есть этим пациентам надо сразу проводить гистроктомию. Ну и, наверное, буквально пару слов о поданализе исследования ДОАЕ, где при раке эндометрия вместе с химиотерапией использовалась иммунотерапия дроволумабом и рукав дроволумаба с аллопорибом. И непонятно было, какая же группа больных у нас выигрывает от добавления аллопориба к дроволумабу. Ну, во-первых, провели анализ берсей-мутации у пациента к ракам эндометрия, и мы видим, что процент берсей-мутации в общей популяции где-то около 11%, и самый большой – это 27 с лишним процентов при ДММР опухолях. То есть фактически процент такой же, как и при раке яичников, встречаемости берсей. И дальше проанализировали результаты, отдаленные результаты лечения. Оказалось, что в подгруппе ДММР и не мутированных ДММР у нас аллопориб не дает преимущества никакого. То есть одна иммунотерапия, дроволумаб, конечно, дает колоссальное преимущество по сравнению с одним плацебо, с одной химиотерапией плацебо. А вот преимущество добавления аллопориба было в группе, притом достоверное преимущество, в группе ПММР и без мутации берсей. То есть, вероятно, это нам поможет в выборе когорта пациенток для преимущества данного лечения. Итак, что касается рака эндометрия. Доэскалация оперативного вмешательства при второй стадии, наверное, Летина Михайловна нам скажет, хотя мы, наверное, это уже используем, роль неоадювантной химиотерапии перед операцией. Ну, это анализ такой какой-то сомнительный сравнили. То есть, получается, что многим пациентам вообще не проводят оперативные вмешательства в Америке. То есть, какой-то странный такой анализ. Хотя этот анализ показал, что все-таки с операции начинать лучше. Комбинированные режимы гормонотерапии CDK4.6, мне кажется, очень хорошая идея. И уже потихонечку мы начинаем использовать. Гормонотерапия при первой стадии рака эндометрии мы можем назначать только молодым пациенткам до 40 лет. Это такие изюминки к нашему подходу к лечению рака эндометрии. Комбинированы режимы с таргетными препаратами при рецидивах. То есть, исключая цитостатики, мы видим, что много достаточно этих препаратов, и надо это развивать. Это перспективное направление. И алопарип при добавлении к дурвалумабу в ДУИЕ, которое зарегистрировано в нашей России. Если мы будем его уводить в рекомендации, то это для немутированных и не мутированных больных и с ПМР-статусом. Итак, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ